добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о плодах одно из самых наверное негативных явлений вообще в жизни верующего человека это бесплодие через всю библию вот эта картина того что бесплодие является грехом она тянется от ветхого завета до нового и таким знаете кульминации всего этого является история когда иисус шел в иерусалим по дороге проголодался и увидел потрясающую смоковницу которая была вся покрыта листьями она была с виду прекрасно очень красиво были потрясающая крона у нее было но не было ни одного плода и знаете там была одна такая очень интересная оговорочка дело в том что все это происходило в то время когда был не сезон не сезон то есть не было плода иисус проклял эту смоковницу потому что ничего на ней не нашел знаете я увидел в этой притче очень интересный прообраз такой знаете послание когда бы христос не пришел в нашу жизнь это весна нашей жизни когда мы только начинаем это может быть лето когда все буйно или осень время плодов или же зима когда ты в депрессии у тебя все плохо когда бы иисус не пришел в твою жизнь тебя должен быть хотя бы маленький плод для него в этом есть очень большой смысл в этом есть очень много такого знаете доброго послания для каждого из нас дело в том что мы с вами должны быть теми людьми которые постоянно постоянно приносят плод в пятнадцатой главе знаменитой пятнадцатой главе и она где говорится о виноградной лозе написано что господь очищает нас для того чтобы мы приносили плод и там глагол постоянного действия господь говорит что мы непрестанно постоянно должны находиться вот в этом знаете процессе плодоношения недавно один мой друг приехал из грузии и он рассказал одну очень интересную вещь очень такой интересный факт которого я не знал до этого его привели в один магазин где продавалось вино достаточно дорогое и ему дали один сорт вина я не помню как он называется но это вино сделано из ягод винограда который оставили намеренно остался на лозе дозревать и его побило морозом это зимнее вино вино депрессии вино скорби вино вот этого периода жесточайших морозов да когда все совершенно плохо но это вино одно из самых дорогих и достаточно вкусно когда мы с вами находимся в разных периодах жизни мы все равно должны быть теми людьми которые приносят плод господу если мы с вами не приносим плод то в нашей жизни работает проклятие бог рассматривает отсутствие плодов как грех если мы хотим быть теми людьми которые приносят плод то есть не оказаться теми ветвями которые придет виноградарь и скажет это нужно обрезать потому что это просто напрасно стянет соки нам нужно еще больше наверное присосаться к этой лозе и начать молиться очень я не знаю яро так с постами чтобы все таки хоть какой-то плотно все же принести и так бесплодие является грехом это то с чем нам нужно в первую очередь сегодня начать бороться